Добрый день, уважаемые дачники, садоводы, огородники! Сегодня 6 сентября 2019 год. Начал резать уже ланселот на рынок. И вспомнил, что меня просили показать вкус ланселота, вызревает ли лоза, насколько нагрузка. Но учитывайте то, что я уже два вот таких вот ящика уже срезал на рынок и продал. Вот смотрите, загар у него довольно-таки неплохой, хотя бывает грязноватый такой хороший уже. Виноград уже сладкий, хотя без муската, без изысков. Вот смотрите, лоза уже вызрела, как вам видно, лоза вызрела. Хотя я тоже не святой, немножко перегрузил. Вот лоза неплохая, толстенькая, как толстый карандаш. Вот она пойдет мне в замена нынешней рукава. И вот смотрите, вот-вот-вот, практически на 90 процентов, и вон она заканчивается, там 90, даже 5 процентов, я бы так сказал, лоза у меня вся вызрела. Вот, водой я не увлекался, полил один раз при раскрытии, залил, ну а потом у нас весной были дожди. И потом у меня я свой куст ланселота водой не баловал, подкармливал, но без излишнего полива. Вот гроздички неплохие. Так, ребят, все время, думаю, будет возможность, скажу вам за это. Поскольку здесь грозди очень большие, я как-то немножко прошлепал, думал, нормально, вроде бы, внешне двухкилограммовые мешочки будут нормальные, но ничего похожего. Вот смотрите, как очень плохо, тяжело снимаются двухкилограммовые мешочки с гроздей на ланселот, но, опять же таки, учитывая то, что виноград это культура места и времени. У кого-то, вот у меня ланселот тут классно показывает, отличные, тяжелые, большие грозди, у кого-то, возможно, будет он хеликом, слаборосликом, но у меня на этом месте всегда так показывают хороший результат. То есть, вот смотрите, сколько двухкилограммового я потерял. Ну а так, вроде, кажется, мешочек большой, двухкилограммовый хороший. На ланселот нужно брать мешочки до пяти килограмм, двухкилограммовые не годятся, поскольку ягоды крупные и грозди крупные, поэтому нужно учитывать это. И еще хотел бы сказать одну такую реплику, что ланселот один из немногих сортов с очень тяжелыми гроздями. Грозди реально тяжелые, так же, как и у корма кода. Вот. У кишмыша легкие грозди. Почему я так вспомнил? Потому что я выставлял цену на рынке на кишмыш 40 гривен. Ну, естественно, люди пугались. 40 гривен цена выше, чем у Аркадии. Ну, у Аркадии косточки и тоже тяжелые грозди. Ну, а у кишмыша грозди очень легкие. Там, ну, одна гроздь может затянуть, ну, грамм на 150, на 300 максимум, где-то так. Вот. Поэтому учитывайте то, что у ланселота грозди тяжелые, выбирайте и массивные, и выбирайте мешочки пятикилограммовые, с учетом их габаритов. Вот. По болячкам. Вы видите, по болячкам. Обрабатывал три раза за сезон. Планово. Ну, и один разок, отверстию, я обрабатывал перед созреванием, я обрабатывал биопрепаратом. Это у меня был фитоспорин. Вот. Немножко меня прижглось. Ну, а так, в принципе, он не выделяется вообще из ряда по болячкам. Вот. Как вам видно, немножко я прижег мельдию. Пинарод очень хороший. Есть у меня видео о ланселоте. Я рассказывал года три назад о нем. Ну, а в этом году, как вы знаете, год на год не всегда не приходится. Каждый год по-своему экстремальный. Ну, этот год получился вот такой вот. Вот. И не было осенних заморозков, вернее, весенних заморозков не было. Не было обильных дождей. Треск практически не было. Виктория у меня, кстати, не треснула вообще. Я удивился очень. Виктория вообще мне не треснула. Вот. Вот. Жена в восторге. Я хотел ее выбрасывать. Это любимый сорт жены. Ну, и на рынке, естественно, очень хорошо она шла. Распродал ее всю с куста. Я обрезал как чужую. И потом приходили люди еще спрашивали именно Виктория. Очень понравился им вкус и консистенция. Такой легкий. Мускат ненавязчивый. По ланселоту. Вот, смотрите. Насчет некрасивого загара. Вот, смотрите. Припекает солнышко. Выжигает, как из уличительного стекла, ягодки. Ну, а так, грозди, конечно, большие. Есть горох. Ну, для рынка очень хороший сорт. Ну, и вот же опять 2-килограммовый мешочек. Снимать будет тяжело. Так что, вот, вы видите, толщина хорошая. Пасынковый урожай будет в октябре вот и вот выше. Он дает посынковый урожай и ланселот. Так что, больших проблем с ланселотом у меня и в этом году нет. Ну, ребята, на этом все. Желаю вам хорошего урожая, поменьше болячек на ваших садах и оградах. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ставьте лайки. Всем пока. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok